Музыка Для вдовы некогда влиятельного Статс-секретаря императрицы Екатерины Георгия Казицкого Именно он в 1765 году По поручению графа Орлова Занимался разбором бумаг Ломоносова Через несколько лет Казицкий впал в немилость И по словам современника Огорченный опалою Расстался с жизнью В приступе меланхолии Нанеся себе 32 раны ножом Совсем не дурное начало Для комменальной истории Даже удивительно, что конспирологи Занимающиеся поисками пропавшего Архива Ломоносова До сих пор не связали загадочную смерть Казицкого С судьбой исчезнувших бумаг Что же в них заключалось И почему императрица К ученым занятиям Ломоносова Относившаяся довольно равнодушно После смерти стремилась взять Под личный контроль буквально все Написанное его рукой Неужели чего-то страшилось Санкт-Петербург Дом номер 50 На набережной Мойки Именно сюда в апреле 1765 года Перевезли бумаги Ломоносова Незадолго до этого Особняк работы Растрелли Был подарен императрисой Своему любовнику Григорию Орлову Здесь он устраивал роскошные приемы На один из которых 24 декабря 1764 года Совсем незадолго до смерти Был приглашен и академик Ломоносов После кончины Елизаветы Михаил Васильевич вынужден искать Новых могущественных покровителей Прежний его добрый гений Граф Иван Шувалов Ныне в Апале, за границей Сам Ломоносов тяжко болен 18 июля 1762 года Он совершенно обезножил И на много месяцев утратил возможность Посещать заседания в Академии К тому же он находится под угрозой Насильственного взыскания ссуды На содержании фабрики цветного стекла В Усть-Рудицах На практике это означает Что все его имущество Включая усадьбу на Мойке В любой момент может быть описано За долги и передано в казну 25 июля Ломоносов пишет новому февриту Графу Орлову Письмо с просьбой о покровительстве За день до этого он пошел на отчаянный шаг Отправил на имя императрицы Прошение об отставке Ждать решения Екатерины Пришлось невыносимо долго Почти 10 месяцев За это время В результате интриг Внутри Академии Михаил Васильевич был отстранен От руководства географическим департаментом Которому отдал немало сил 2 мая 1763 года Императрица подписала указ О вечной отслужбы отставки С половинным посмерть жалованием А уже 13 мая От Екатерины приходит в Сенат записка Если указ о Ломоносову отставке Еще не послан То сейчас его ко мне обратно прислать Императрица сменила гнев на милость И это при том Что из уст в уста Кочевали слова строптивого ученого Меня нельзя отставить от Академии Эту Академию можно отставить от меня Подобное самомнение В устах бывшего мужика Звучало немыслимой дерзостью Сей мужик дерзок невообразимо Ваше Величество И все-таки Триумфальное возвращение Ломоносова в Академию Произошло А 15 декабря 1763 года Императрица подписывает указ О пожаловании Михаила Васильевича Чином статского советника С окладом в 1875 рублей в год Вероятно сыграло свою роль Заступничество Обещанный графом Орловым Ломоносов умел быть благодарным Вот мозаичный портрет Григория Орлова Который он создал в своей мастерской В скорости после выздоровления Однако ни повышение в чине Ни прибавка к жалованию Не могут решить финансовых проблем Ломоносова Долг перед мануфактур коллегии 4 тысячи рублей Был по тем временам Огромной суммой И тогда Ломоносов Решается продать свою библиотеку Графу Орлову С условием, что книги Останутся в его распоряжении До конца жизни Именно эта сделка Стала формальным поводом Для конфискации архива Однако задумаемся Речь ведь шла только о книгах Которые в те времена Действительно обладали немалой ценностью Но рукописи Совсем иное дело Недоброжелатель Ломоносова Руководитель академической канцелярии Иоганн Тауберт Сообщая в частном письме о том Что кабинет ученого был опечатан Прибавил Без сомнения В нем должны находиться бумаги Которые не желают Выпустить в чужие руки Что же это за таинственные бумаги? Долгое время ключом К разгадке тайны Считалось несколько колочков Которые чудом Избегли конфискации Их подобрала малолетняя дочь Ломоносова Елена И десятилетия спустя Ее потомки Передали их В архив Академии наук Знакомство с этими документами Действительно впечатляет Здесь перечислены Восемь основных И шесть дополнительных трудов Ломоносова По жгучим вопросам Социально-экономической жизни И развития страны У Ломоносова была Вот такая Безусловная преданность Государственному сверхпроекту Проекту преображения России А личная свобода Для него была не на первом месте Вот хотя он был человеком Очень гордым Очень самолюбивым Он У него было очень острое чувство Собственной личности Он не позволял никому себя унижать Оскорблять Но тем не менее Его гордость была основана на том Что он служит Великой империи Великому государству Он служит Преобделу преображения России Из упомянутых трудов Ломоносова До нас дошел только один Письмо Графу Шувалову О сохранении и размножении Российского народа Вот список прочих работ Которые, вероятно, утрачены Уже навсегда О истреблении праздности О исправлении нравов И о большем народа просвещения О исправлении земледелия О исправлении и размножении Ремесленных дел и художеств О лучших пользах купечества О лучшей государственной экономии О сохранении военного искусства И храбрости Во время долговременного мира Последнему из названий добавлено Олимпические игры Олимпийские игры В 18 веке В косной, неграмотной крепостной России Это не единственный пример Его гениальных прозрений На столетия опережающих свое время Перед нами протокол Конференции Академии наук От 1 июля 1754 года Перевод с латыни Которая в те годы была Общепринятым языком науки Читаем Высокопочтенный советник Ломоносов Показал изобретенную им машину Называемую воздухобешенной Которая должна употребляться для того Чтобы с помощью крыльев Дивижимых горизонтально И в различных направлениях Силой пружины Нажимать воздух Отбрасывать его вниз Отчего машина будет подниматься В верхние слои воздуха В сущности машина Ломоносова Была ничем иным как вертолетом Созданным независимо от летательного аппарата Другого гения Леонардо да Винчи Труды которого по аэродинамике Станут известны гораздо позже Какие еще загадки могли содержаться В утраченном архиве Боюсь мы никогда этого не узнаем Однако проблема заключается в том Что самое гениальное открытие Даже если бы оно содержалось В бумагах Ломоносова Оно не могло послужить поводом конфискации К чему, к чему короне Список каких-то научных его достижений Однако знакомство вот с этими клочками Сохранившимися Оно наводит на свои размышления Потому что там в сущности содержатся Не научные мысли А содержится целая в сущности Программа государственного переустройства Сравним их с задачами Которые сформулировала перед собой После восшествия на престол императрица Екатерина Нужно просвещать нацию Которой должно управлять Нужно ввести добрый порядок в государстве Поддерживать общество И заставить его соблюдать законы Нужно учредить в государстве Хорошую и точную полицию Нужно способствовать расцвету государства И сделать его изобильным Нужно сделать государство грозным В самом себе И внушающим уважение соседям За исключением пункта о полиции Все в общем-то сходится С одной существенной поправкой Императрица мыслит абстрактными лозунгами А Ломоносов предлагает ряд конкретных мер Свидетельством может служить Единственная из дошедших до нас работ Письмо о сохранении и размножении Российского народа Оно было написано к 1 ноября 1761 года Ко дню рождения графа Шувалова Ломоносов надеялся через его посредничество Донести свои мысли о лучшем государственном устройстве До императрицы Елизаветы Однако Шувалов В целом относившийся к ученому хорошо Не только не помог с публикацией Но вообще никогда никому Об этом письме не говорил Письмо было обнаружено Много лет спустя после смерти Шувалова При разборке его бумаг В 1819 году Оно наконец было напечатано С большими цензурными купюрами Однако даже такая публикация Вызвала нешуточный скандал Цензора, давшего на нее разрешение Отстранили от должности А министр духовных дел и народного просвещения Князь Голицын Выступил с заявлением Что работа Ломоносова Содержит мысли предосудительные Несправедливые, противные православной церкви И оскорбляющие честь нашего духовенства Без сокращений текст письма Был напечатан лишь в 1871 году После отмены крепостного права Так может Екатерина попросту увидела В Ломоносове опасного вольнодумца? Вовсе нет Во-первых, императрица об этих трудах Попросту не знала И знать не могла Во-вторых, ничего антигосударственного Потрясающего устоя В письме Шувалову не содержится Ломоносов пишет о чрезвычайно конкретных вещах О необходимости врачебной помощи в деревне Об улучшении питания О сокращении постов И о перенесении их на другое время года О разумном труде И об отдыхе О мерах подгосударственной опеки Над незаконно рожденными детьми Обо всем этом Екатерина знала и сама Во время своего правления Она пыталась справиться с частью этих проблем Создавала приюты Провела судебные и губернские реформы Единственным поводом к цензурному запрещению письма В 19 веке Может считаться резкая критика Ломоносовым духовенства Приводя примеры того Как новорожденные младенцы Гибнут при крещении Он писал Таких упрямых попов Кои хотят насильно крестить холодную водою Почитаю я палачами Однако причиной для конфискации архива Все это служить никак не может Чрезвычайно популярной является теория Что бумаги Ломоносова были изъяты с целью уничтожить его исторические сочинения Считается, что в них содержалось опровержение господствующей нормандской теории Согласно которой государственные устои славянам даровали лишь приглашенные варяги А до этого на Руси царили невежество и дикость Екатерина, сама немка по рождению По идее должна была этой теории покровительствовать Некоторые основания для таких предположений есть Нормандская теория, изложенная в трудах Готлиба Байера И Герарда Миллера Не раз подвергалась острой критике Ломоносова Тем поразительней, что в посмертном издании Его древней российской истории Нет и следа полемики Со сторонниками призвания варяга А если учесть, что опубликованная эта история Была лишь посмертна И редактором издания являлся тот самый Миллер Как не предположить, что коварные немцы Исказили и переписали труды Ломоносова В самом деле, древняя российская история Завершается событиями 1054 года При этом сохранилось немало свидетельств Что Ломоносов успел описать события 13 века И даже смутного времени Куда пропали все эти труды? Возможно, исторических сочинений Ломоносова В действительности было больше, чем нам известно Возможно, они и впрямь погибли Либо ждут где-то своего часа Однако немцы из Академии здесь явно ни при чем Никто из них не был столь значимой фигурой Чтобы руководить действиями графа Орлова Никто не обладал достаточной близостью ко двору Чтобы как-то повлиять на решение Екатерины И, наконец, самой императрице Эта интрига была явно без надобности При ней русский патриотизм был даже в моде Я немка по рождению Но русской душой Любила повторять Екатерина И совсем уж несправедливо Предъявлять бездоказательные обвинения Герарду Фридрику Миллеру Замечательному историку Изъездившему с экспедициями всю Сибирь Изучившему бесчетное количество архивов Открывшему и спасшему для науки Множество бесценных летописей К слову, Миллер был редактором Не только древней истории Ломоносова Его стараниями был издан И знаменитый труд первого нашего историка Василия Никитича Татищева При жизни у Ломоносова С Миллером было немало конфликтов Однако известно, что Михаил Васильевич Всегда уважал его как ученого Борьба Ломоносова за силем немцев в академии Имела совсем иные корни Причину, вероятно, следует все-таки искать В большой политике Необходимо вспомнить, как пришла к власти Императрица Она пришла к власти в результате Дворцового переворота 28 июня 62 года Который стоил жизни ее супругу Императору Петру Третьему Точно так же К власти пришла в 41 году 25 ноября 741 года Императрица Елизавета Петровна Дочь Петра Великого Которая свергла во главе роты преображенцев Регеншу Анну Леопольдовну И императора Иоанна Антоновича Который был об ту пору всего лишь полутора годовалым младенцем Судьба Иоанна Антоновича Самая загадочная страница в истории российского императорского дома Елизавета не решилась лишить невинного младенца жизни Но и оставлять его на свободе было невозможно Сам факт его существования делал нелегитимной власть Елизаветы А уж власть Екатерины, свергнувшись собственного мужа, оказывалась нелегитимна вдвойне Во существовании Иоанна Антоновича велено было просто забыть Уничтожили не только все его портреты, но даже монеты с его изображением Отчеканенные за недолгий срок правления злополучного императора младенца Всю жизнь он и его семья провели в заточении Причем это существенно В середине 40-х годов свергнутое семейство содержалось под аресом не где-нибудь, а в холмогорах Ломоносов, естественно, не мог об этом не знать Ведь он сам приветствовал некогда восхождение младенца на престол хвалебной Оды Ода, как и вообще все бумаги, в которых упоминалось имя Иоанна Антоновича Была уничтожена Однако до наших дней дошел чудом сохранившийся экземпляр В один из декабрьских дней 1751 года Под ноги императрицы Елизаветы Петровне, спускавшейся по ступеням Зимнего дворца Бросился человек в простом ременье Он сказался тобольским купцом Иваном Зубаревым А сущность доношения на высочайшее имя состояла в том, что им открыты неимоверно богатые месторождения золота и серебра Императрица передала представленные образцы руды на экспертизу в три различных учреждения, в том числе и в лабораторию Ломоносова Отзывы экспертов оказались единодушны Зубарев, шарлатан, привезенная им порода не обладает ни малейшей ценностью Лишь Ломоносов высказал мнение, что образцы содержат признак серебра Правда, он не исключал возможности ошибки по причине несовершенства приборов Зубарева секли кнутом и заключили в крепость, откуда он с удивительной легкостью бежал Некоторое время спустя этот загадочный человек объявился в Берлине, где был принят принцем Брауншвейгским Дядей заточенного в холмогорах Иоанна Антоновича и прусским королем Фридрихом II Речь шла ни много ни мало, как о бегстве свергнутого императора из заключения В Архангельс должен был прийти корабль, якобы купеческий Для обеспечения побега Зубарев взялся взбунтовать раскольников в пользу Иоанна Подкупить солдат и вывезти узников из холмогор Блестящая шпионская операция с треском провалилась В России Зубарева арестовали, после чего он сгинул в застенках тайной канцелярии Для Ломоносова, который единственным из экспертов составил Зубареву протекцию Все обошлось без последствий Однако это оказалась не единственная ниточка, связывающая судьбу Михаила Васильевича со свергнутым императором Шлиссельбург Шлиссельбург, древняя русская крепость Орешек В которую после допроса Зубарева немедленно был перевезен из холмогор Иоанн Антонович 5 июля 1764 года подпоручик смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мироич Находившийся в карауле Шлиссельбургской крепости предпринял попытку силой освободить свергнутого императора И тогда офицеры, приставленные к узнику, поступили согласно тайной инструкции Которая существовала еще со времен Елизаветы Она предписывала в случае попытки освобождения умертвить узника Когда Мирович ворвался в каземат, перед ним на полу лежал труп злосчастного императора Сама Екатерина поименовала эти события шлиссельбургской нелепой До конца своих дней она уверяла приближенных, что крайне огорчена гибелью Иоанна Антоновича 15 сентября того же года на обжорном рынке Мировича казнили Поразительно, однако, что никакого следствия по поводу попытки государственного переворота не велось Тайная канцелярия даже не пыталась выявить сообщников Мировича Все удивительным образом уверились, что Мирович действовал один Исключительно из личного авантюризма Даже если это действительно было единоличной инициативой этого несчастного безумца Все равно тайная канцелярия обязана была провести следствие Произошло покушение на высшую власть империи И в процессе этого следствия с неизбежностью всплыло бы имя Михаила Васильевича Ломоносова Именно то, что отсутствие следствия Именно то, что следствие не было проведено Породило подозрение историков Последующее подозрение историков В том, что единственным инициатором шлиссельбургской нелепы Была сама императрица Потому что, строго говоря, она единственная, кто выиграла от всего этого дела И точно так же, как в ситуации с убийством ее мужа, императора Петра Третьего Она предпочла сделать вид, что не имеет к этому ни малейшего отношения А если бы следствие велось по всем правилам Первым, кого должны были подвергнуть аресту, становился Михаила Васильевича Ломоносова Ведь именно в его усадьбе на Мойке Мирович квартировал последний год перед трагедией 7 июня, за месяц до шлиссельбургской трагедии Императрица Екатерина лично посетила дом Ломоносова Согласно официальной придворной хронике Михаил Васильевич показывал ей свои мозаичные работы Различные новоизобретенные им физические инструменты И некоторые физические и химические опыты А при отъезде вручил написанные специально по этому случаю стихи Я думаю, что Екатерина II, она же навещала Ломоносова Даже когда он был болен, она приезжала на Мойку И всячески, значит, вот Выказывала Михаила Васильевичу свое уважение, почтение Думаю, что вот одна из причин может быть крыться в этом Официальных данных, естественно, не сохранилось Но дом Ломоносова был единственным местом, где императрица могла лично встретиться с Мировичем Еще одна загадка В сохранившихся письмах Михаил Васильевич упоминает о нескольких высочайших визитах В то время как другие источники свидетельствуют только об одном Означает ли это, что прочие визиты были совершены тайно? Ни арест Мировича, ни его казнь никак не повлияли на положение Ломоносова при дворе Пока Мирович находился под следствием, Михаила Васильевич спокойно встречается с императрицей Обсуждая географические обои для ее личных апартаментов Главный вопрос, в котором Екатерина ищет совета у прославленного ученого Делать обои на Товте или на Шелке Ни о Мировиче, ни о судьбе Иоанна Антоновича не сказано ни слова Однако невозможно, чтобы вся эта история не взволновала человека, столь близко к ней причастного Нет никаких оснований предполагать, что Ломоносов был посвящен затею Мировича Но для того, чтобы собрать воедино все детали головоломки, достаточно ума и менее проницательного Михаил Васильевич догадался о неприглядной роли Екатерины в убийстве императора и гибели несчастного Мировича Екатерина же понимала, что он не может не догадаться Императрица страшилась, что где-нибудь в бумагах Ломоносова могут остаться записи о ее встречах с Мировичем Может быть, в этом и кроются подлинные причины конфискации архива Если так, то пропавшие бумаги навряд ли когда-нибудь будут обретены Даже сейчас судьба этого великого человека остается для нас загадкой Многие из его открытий пропали в Туне Но основанный Ломоносовым Московский университет остается главным вузом страны Научно обоснованная им целесообразность освоения Арктики и Северного морского пути нашла блестящее подтверждение на практике А мысли о сохранении и преумножении российского народа куда как актуальны в свете современной демографической политики Ломоносов же открывал Европу для России Он подошел к понятию науки в России, к Академии наук Как центру распространения новых научных знаний европейских в России Именно он видел эту задачу И он со своим государственным размахом Именно он понял эту цель и задачу Именно эту особенность Ломоносова Хорошо ценит Пушкин, называя его единственным поборником просвещения Это фигура фундаментальная Так же, как, например, для американской культуры Франклин Франклин изображен на стодолларовой бумажке Было бы абсолютно естественно, если бы на какой-нибудь крупной культуре отечественной был изображен Ломоносов На одном из клочков, избегших конфискацией ломоносовских бумаг Сохранился план его беседы с императрицей Набросанный всего за месяц до смерти Многое принял молча, многое снес, во многом уступил Зато терплю, что стараюсь защитить труды Петра Великого Чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство Я не тужу о смерти Пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют Завершается этот клочок бумаги грозными пророческими словами Ежели не пресечете, великая буря восстанет Через полтора столетия действительно восстала великая буря От последствий которой Россия не может оправиться по сей день Такова цена невыученных уроков Ломоносова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»